Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Плюсы и минусы смартфонов фирмы Samsung. Компания Samsung уже давно считается ведущим мировым производителем смартфонов. Еще с тех пор, как Nokia потеряла лидерство на рынке. Уже лет пять ее объем и продаж впечатляют, превосходя всех конкурентов, так как компания внедряет передовые технологии в своих устройствах. Но не все так просто. Устройства Samsung хоть и хороши, но не идеальны. Им свойственны некоторые недостатки. Какие главные плюсы и минусы есть у смартфонов фирмы Samsung, смотрим в данном видео. Итак, плюсы смартфонов Samsung. Начнем с хорошего и перечислим все черты, за которые продукцию компании любят практически по всему миру. Первое. Передовые технологии. Samsung не просто фирма, которая занимается разработкой и сборкой смартфонов. Это огромный концерн, в составе которого имеются подразделения, специализирующиеся на исследовательской работе, производству компьютерных комплектующих, деталей для всевозможной электроники и даже продукции тяжелой промышленности. Найти другую компанию в смартфонах, которой доля компонентов собственного производства столь же высока нереально. Такое нет просто потому, что производство полного цикла экономически оправдано только при многомиллионных тиражах продукции. Собственные ресурсы дают компании преимущество в инновациях. Самые свежие технологии, такие как изогнутые OLED-экраны, самые тонкие нормы техпроцесса, передовые модули камер, впервые появляются именно в смартфонах Samsung. Только потом аналоги внедряются главными соперниками в лоде вроде LG и используются партнерами, закупающими детали у Samsung. Это та же фирма Meizu. Итак, следующая положительная сторона. Высокий уровень сервиса. История компании насчитывает 80 лет, и за это время корейцы открыли представительство во многих уголках мира. Авторизованные сервисные центры Samsung есть по всей Европе, благодаря чему с гарантийным обслуживанием и ремонтом проблем не возникает. На фоне молодых китайских брендов, только развивающих глобальные продажи, это очень высомое преимущество. Программное обслуживание у компании тоже пребывает на высоте. Обнаруженные баги в софте быстро устраняются автоматическими обновлениями системы по воздуху. Мажорные обновления операционной системы своевременно приходят почти для всех аппаратов. Исключения могут составлять только самые дешевые трубки, но важные минорные апдейты делают и для них. Компании поменьше с такими смартфонами порой вообще не заморачиваются, забывая о них едва не сразу после их выхода в продажу. Итак, следующий плюс. Камера. На производстве фотокамер Samsung собаку съели. И тут речь не идет об особенностях китайской национальной кухни. Поэтому данной части смартфонов уделяется повышенное внимание. Матрица Samsung используется китайцами повсеместно, но только для себя производитель делает модули полностью. Другие компании обычно закупают полуфабрикат в виде сенсоров, а изготовлением оптики и сборкой занимаются китайцы, вроде фирмы OV или O-Film. Поэтому в смартфонах Samsung те же матрицы снимают лучше, чем в других устройствах. Имея доступ к исходникам разработок, инженеры могут лучше приспособить драйверы библиотеки камер под особенности сенсоров и оптики. Поэтому программная часть фотосъемки тоже более оптимизирована. Убедиться в превосходстве камер можно сравнить с те же Galaxy A7 2017 года и Xiaomi Redmi Note 3 Pro. В обоих аппаратах используются разные версии одной матрицы. Но за счет лучшей оптики и более проработанного софта Samsung снимает качественнее. Следующий плюс. Общая оптимизация. Так как Samsung сами делают комплектующие для смартфонов, то их инженеры хорошо знакомы со всеми тонкостями этого железа. Все нюансы учитываются при разработке программного обеспечения. Это написание драйверов и библиотек, сборка прошивок и так далее. Что позволяет максимально эффективно использовать все ресурсы. Отсюда и лучше оптимизация нагрузки на вычислительные компоненты. Например, идентичная графика Myli в чипах Exynos дает больше FPS, чем в Mediatek. Ну и также оптимизация на наш родной аккумулятор. Следующий плюс. Нормальные AMOLED-экраны. Дисплей OLED уже лет 15 пребывает в состоянии новой и перспективной технологии. Но довести их до идеала еще никому не удалось. Речь не идет о принципиальных недостатках, таких как невозможность получения идеального черного цвета на IPS, а о потенциально устранимых, вроде мерцаний шин. Но Samsung дальше всех продвинулась в этом направлении. Подбор светоизлучающих веществ диодов и хорошая заводская калибровка решили вопрос кислотности цветов. Высокое разрешение нивелирует минусы Pentile, а шин-контролеры яркости почти доведены до идеала. В результате лучших AMOLED-экранов нет ни у кого. Но еще один плюс. Своя модификация операционной системы. Глядя на чистый Android, складывается впечатление, что его создают инженеры с программистами, но не дизайнеры. Фирменный интерфейс Samsung не вызывает ощущения легкой недоработанности. А еще в состав системы регулярно добавляются дополнительные опции, вроде второго пространства и так далее. Они появляются раньше, чем их вводят в чистых сборках Android. Это вместе с отличной программной поддержкой делает прошивки Samsung более удобными. Это канал Отвертка и наш партнер сайт mobcompany.info. Сайт о смартфонах и их производителях. Итак, давайте рассмотрим минусы смартфонов фирмы Samsung. Для объективности не стоит забывать и про недостатки смартфона Samsung. Первое. Цена. Ценник – это главный аргумент против смартфонов фирмы Samsung. Демпинговая политика конкурентов привела к тому, что продукты Samsung стоят раза в полтора дороже соперников с аллогичными параметрами. Конечно, в эту разницу закладывается более высокий уровень поддержки и оптимизации. Но если все это уходит на второй план и нужен, например, просто дешевый, но мощный смартфон для игр, китайцы смотрятся тут гораздо выгоднее. Еще один минус. Четкое разграничение устройств по классам. Одной из причин успешных продаж Samsung является строгое аранжирование моделей по классам. Но для пользователей такая маркетинговая политика оборачивается неудобствами. Например, дешевый смарт с выдающейся камерой в модельном ряду Samsung вы не найдете. Как и не сможете найти недорогой и мощный одновременно аппарат. Пусть и ущерб камере, дизайну или музыкальным возможностям. Корейцы стараются придерживаться баланса во всем. Поэтому ярких, сильных сторон у их продуктов не найти. Бюджетник будет просто неплохим. Или одинаково неплохим во всем. А флагман состоять сплошь из сильных сторон, но с соответствующим ценником. Ну и по окончанию нашего видео давайте все-таки подведем итог. Итак, анализ плюсов и минусов смартфонов Samsung показывает, что сильных сторон у корейских устройств больше, чем минусов. Конечно, можно вспомнить и отдельные косяки, вроде бракованных батарей в Galaxy Note 7 или выгорающих субпикселей экранов. Но проблема брака касается всех производителей. Его процент сейчас везде очень низок. Разве что за исключением мелких китайских, но нейм-фирм, выпускающих совсем уж ультрабюджетные аппараты. И только очень большие объемы продаж приводят к тому, что проблемы могут носить глобальный масштаб. Объективно, единственным минусом Samsung на фоне конкурентов, и то не всех, становится сама цена, а также ее соотношение с параметрами. Дешевые смартфоны компании откровенно дешевые. Хоть качеством и повыше Dodge или Umi за те же деньги, предлагающих больше возможностей. Флагманы дорогие, а средний класс, типичный средний класс. Ни скромных долгожителей, как Xiaomi Redmi 4 за 120 долларов. Ни одновременно стильных и дешевых фаблетов, как Meizu U20 за 150 долларов. Ни практичных середнячков с флагмарской камерой, как Moto G4 Plus за 220 долларов, у компании нет. И это главный ее недостаток. Это канал Отвертка и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, с нами будет интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.